Строим лучший в мире чемпионат. В Саранске с утра работала комиссия администрации президента России. Смотрели, как строится стадион и аэропорт. Уточняли количество мест в гостиницах и подсчитывали, где нужно ускоряться. Юлия Паранова и Александр Гурьянов готовы поделиться подробностями. Примерно такой вид открывается сейчас с самой верхней точки строящегося стадиона. Ключевой объект чемпионата мира по футболу в Саранске завершен на 60%. Сейчас здесь заканчивают монолитные работы. Уже приступили к монтажу временных конструкций. Кладут внутренние стены и инженерные сети. Однако Владимир Волков настаивает, на этом объекте нужно ускоряться. Нужны дополнительные рабочие руки и рабочие смены. Мы заканчиваем федеральные трассы. Вот этот подъезд КМ-5, вот этот Саранск-Ульяновский, вот этот нежурнодный Тарзамар Саратов-Пензо. И вот здесь тоже мы уйдем на Бензо. Саранский аэропорт пока существует только на бумаге и в проектной документации. Которая только-только отправилась на экспертизу. На совещании в Доме республики помощник президента России Игорь Левитин сообщает. Задержка со строительством стала уже критической. Есть красная зона, в которой попал аэродром Саранск. И я хотел бы, мы отдельно заслушаем здесь представителя Росавиации, заместителя, руководителя, как мы собираемся выйти из этой красной зоны по аэродрому. Гостиничный сектор вопросов вызвал меньше всего. Гостиница для команды и для функционеров FIFA либо уже готовы, либо на стадии завершения. Студенческие общежития на время чемпионата будут работать как отели эконом-класса. Владимир Волков предлагает расширить гостиничное наследие чемпионата. Есть предложение, я вчера с Минэкономикой прорабатывал, для того, чтобы сейчас уже не менять деньги, значит, самое главное, взять в постановление указать два общежития. По 150, там 300 миллионов, по 150 миллионов, а на следующий год их закончить. Оба общежития, это было бы безобидным вариантом для всех, и мы бы не меняли все проблемы. Совещание продолжилось уже за закрытыми дверями. Как стало известно Десятому каналу, обсуждали вопросы безопасности. Где и какие ставить видеокамеры для наблюдения за порядком, а также транспортную логистику и вопросы наследия. Юлия Порнова, Александр Гурьянов. Наши новости.